Медвежий угол с Андреем Медведевым Нас смотреть онлайн Помашите в камеру Пока мы еще не сбили ее головой Мы всем помахали Значит Как может быть знают пользователи Соцсетей Мы сегодня анонсировали Зажигательный эфир Я назвал это политическое шапито Ватаны Колорадыч На тебя вовремя отдернули Дело в том что На всем необъятном пространстве нашей родины Постепенно наступает День тишины В некоторых регионах он уже наступил Поэтому мы будем сдержаны В области политических суждений Будем обсуждать что-нибудь такое Безопасное Например закрытие порнхаба И юпорн в России Это удар по демократии Я считаю да кстати А также будем что мы еще обсуждать Выборы в США я считаю совершенно безопасная тема Там еще нет дня тишины Там еще нет дня тишины Кстати интересно смотрите какая штука Я вот прям посмотрел несколько новостей Значит у полковника Захарченко Нашли миллиарды и миллиарды рублей И все никак не могут остановиться Вскоре после этого Смотрите все никак не могут остановиться И постоянно находят миллиарды рублей Находят квартиру за миллионы купленную Где он ее купил чтобы хранить там миллиарды Потом Центробанк снижает ставку А сейчас я смотрю Стандартенпурс Стандартенпурс повысила прогноз по рейтингу России Вот понимаете да Захарченко Центробанк Стандартенпурс По-моему очевидно Очевидная совершенно взаимосвязь Я считаю что все это неспроста А вот кстати Попробуем распутать эту зловещую цепочку Зловещую цепочку В ближайшие два часа Да и начнем с выборов в Соединенных Штатах Попробуем даже немного быть серьезными Вот Знаешь интересная штука Кость Последние несколько месяцев Все мы так следим местами За выборами в США И слушая иных аналитиков Прям диву даешься Они рассказывают Как же будет хорошо Если к власти все таки придет Товарищ Трамп А вовсе не гражданка Клинтон По мне так это так сказать Борьба жабы с гадюкой В общем то происходит В политическом поле Соединенных Штатов Если не сказать чуть жестче Но тем не менее Откуда тебе кажется такая иллюзия Возникает у некоторых коллег и политологов Что так сказать Трамп чем то лучше чем Клинтон Шило и мыло еще Хрена редька Есть множество подходящих сравнений В русском языке Иллюзия она у нас я думаю возникает Потому что мы доверяем Телевизионной картинке Слишком сильно Мы доверяем тому что Мы читаем И мы очень плохо знакомы С тамошней действительностью Мы находимся Вот некоторые у нас есть Либеральное крыло Которое находится под очарованием Определенного набора мифов О западной жизни О том как там все устроено А у нас есть и патриотическое крыло Которое Тоже не очень понимает Да Которое считает что есть вот такой лагерь Националистов-консерваторов Во Франции В Германии В Великобритании Традиционалистов Поборников Консервативных ценностей Более того Пророссийский лагерь Они делают вывод Что если они одного цвета кожи С этими людьми Что если они проповедуют Одну и ту же мораль Что если они одинаково По выходным Бывают в церкви В кирхе В протестантской Или в католическом храме То это делает их союзниками Вот Это мне кажется Довольно абсурдное представление О жизни О том как устроена жизнь На западе Оно у нас к сожалению Довольно распространено Но тут опасный момент Потому что если мы начнем Персонально разбирать Тех кто верует в это То мы нарушим указания Центра избиркома Поэтому скорее здесь Мы должны сосредоточиться На том Что на самом деле Что такое и есть Трамп Я думаю что Точно так же как и Трамп И точно так же как и Клинтон Трамп это представитель Крупного империалистического Как говорили лет 30-35 назад Капитала В Соединенных Штатах Я так понимаю Немножко другую группировку Представляю Если Клинтон Это ВПК То Трамп Это скорее финансовые Можно конечно представить Что есть Интернационалисты Транснационалисты Глобализаторы Которые Вместе с Клинтон Хотят превратить мир В одну большую Америку И ради этого Америки Вот консервативной Ковбойской Предпринимательской Верующей Трамповской Америки Им не жалко А есть вот такие вот Защитники традиционных ценностей И люди Опирающиеся на Республиканский Правый Нефтяной Производительный Капитал Далекий от Уолл-Стрит И этих людей Представляет Сорвиголова Трамп На самом деле Все это по-моему Ну я довольно Много времени Там провел У меня была возможность Убедиться в том Что нет такого разделения Что демократическая партия Очень быстро Перетекает в Республиканскую А республиканская В демократическую Был такой сенатор Джо Либерман Который успел побывать Во всех партиях И во всех фракциях Есть Ну классический пример Мэр Нью-Йорка Блумбер Который то республиканец То демократ То республиканец То демократ В зависимости от того Как удобнее И кто активнее В тот или иной момент времени Поддерживает Израиль Предположим Кстати вот Внешняя политика Отношения К Ближнему Востоку К тому Как должны быть устроены Связи Соединенных Штатов И Израиль Это очень заметная Лакмусовая бумажка Которая Важная Лакмусовая бумажка Которая Говорит По большому счету Разницы между Двумя этими Противоборствующими фракциями Партиями нет никакой Это одна партия Которая выдвигает Того кандидата Который удобен Вот этому конгломерату Империалистических сил Транснациональных корпораций И военно-промышленного комплекса Ну да То есть Советы директоров Собрались Решили Что мы выдвигаем Этого Ну и В противовес Так сказать Для того чтобы Шоу Must go on Понимаешь Но для этого Чтобы шоу продолжалось Мы еще И вот эту даму Выдвинем Я так понимаю Принципиально Для людей Которые действительно Управляют властью В Америке В общем разницы нет Кто победит Президент Это не Иван Грозный В Америке Который с посохом Или там с Каким-то другим Причиндалом Властным Может взять И что-то Радикально поменять Один был такой Вот в Далласе Он не очень Но он не очень долго был Он года два был И кстати говоря Даже этот человек Которого вроде бы Считают исключением В американской Президентской истории 20 века Но это вообще-то Он начал Вьетнамскую войну А не Линдон Джонсон На секундочку Так что вот думать Что с приходом Трампа Войны прекратятся Если вдруг Трамп придет Это ну это полнейший Абсурд Незнание Внутриполитической Повестки там Абсолютно Разницы между ними Нет никакой Понимаешь Нам кажется Что есть государство В Соединенных Штатах А есть мир корпораций И мир корпораций Подчиняется государству На самом деле Ничего похожего Государство в Америке Это и есть корпорации Это и есть мир корпораций И как корпорации решат Где вот С их точки зрения Необходимо будет Завтра нанести Ракетно-бомбовый удар Где должно будет Должно будет находиться Звено беспилотников Там и будет Находиться Звено беспилотников Трамп это Клинтон или Неважно И уж что интересно Первое совместное Появление Трампа и Клинтона В ходе этой Предвыборной кампании Произошло перед Ветеранами вооруженных сил Перед представителями Крупнейших Военно-промышленных Корпораций И оба они Оба кандидата И Клинтон и Трамп Обращаясь к генералу Мы говорили Мы будем делать Все что вы скажете Мы будем Выполнять все Прихоти военно-промышленного Комплекса Мы увеличим Финансирование Мы не будем Продолжать сокращение Бюджета И так далее То есть это Главная целевая Аудитория Ну и Это помимо того Что вот Происходит сейчас На выбор То есть Безотносительно К тому Как Ведет себя Клинтон Или как ведет себя Трамп Есть интересы Которые Никак не Не подвержены Воздействию Личности в истории И так скажем Роль личности В истории В президентской Американской Президентской Компании Сведена К минимуму Но помимо всего этого Вот за последний Только месяц Американский Военно-промышленный Комплекс Очень четко Продемонстрировал Устами своих Высокопоставленных Представителей Генералов Адмиралов Министра обороны Эштона Картера Как он относится К Даже Ну нельзя назвать Миролюбивыми Инициативы Трампа По Налаживанию Диалога с Москвой Но было сказано Что это противоречит Национальной безопасности Соединенных Штатов С точки зрения Такого офицера Такого генерала Такого адмирала Этого никто не стесняется То есть Одна из Важных Линей В компании Президентской Клинтон В предвыборной Компании Заключается в том Что Трамп Это угроза Национальной безопасности США Любые переговоры С Россией Это угроза Национальной безопасности США И это очень эффектная И очень Работоспособная Такая стратегия Она Это риторика Это же не соответствует Действительности Почему То есть они так себе Не думают на самом деле Кто они Ну так сказать Коллективный Вашингтон Почему Он же так не считает Потому что наши отношения Более конструктивные Или нет Да ну Почему же нет Любое Снижение градуса Напряженности Что в отношениях Соединенных С Россией Что в отношениях С Китаем Воспринимается Тем Что они называют Топ-брас То есть высший генералитет И высший генералитет Транснациональных Компаний Как предательство Национальных Или бизнес интересов Абсолютно Этого не будет Этого не может быть Потому что Американская модель Экономики Построена ровно На том Что генералитет Из транснациональных Из корпораций Особенно из корпораций ВПК Когда-то был приведен В Пентагон Потом он перекочевал Назад в корпорации Ну то есть Это случилось еще Там Первые попытки были В начале 90-х А собственно Это происходило всегда Человек Посмотрите Нет В 2001 году Роберт Магнамара Министр обороны Известный Который воевал Во Вьетнаме Который под конец жизни Испугался Что чуть мир не спалили В ядерном огне Но кто это такой Это человек Который работал Менеджером в Форде Дональд Трансфер Пришел поработал Вернулся Петреус Директор ЦРУ И там Руководитель комитета Начальников штабов Он ушел в частную корпорацию Вернулся из частной корпорации Роберт Гейтс А вице-директор ЦРУ Который вот В 2001 году Стал вице-директором ЦРУ Я запамятовал Сейчас я вспомню Как его Звали это человек Который пришел Из банковского бизнеса И он руководил Тем самым банком Кронгард По прозвищу базе Кронгард Господин Кронгард Он руководил Тем самым банком Который За три дня До 11 сентября А он в этот момент Уже был исполнителем Директор ЦРУ Значит Его бывший банк За три дня До 11 сентября Начал скидывать Акции Американ Орлайнс Дельта Ну и других компаний Которые пострадали Во время терактов 11 сентября Это вот та знаменитая Значит Интервенция На бирже Которую потом обсуждали Кто же это такой хитрый У кого же это была Такая инсайдерская информация А это вот В базе Кронгард Ничего удивительного нету А сегодняшний Министр обороны Человек Который работал В Голдман Сакс Ну вот Эштон Картер Он работал В Голдман Сакс Голдман Сакс Потом перекочевал Так сказать В оборону Сейчас поработает Пойдет еще куда-то дальше Он вообще физик-ядерщик Да И его основная специализация В Пентагоне Это противодействие Борьба с советской Ядерной угрозой Он специалист по России Он не просто так Появился на своем посту То есть его назначение Это определенный сигнал Определенный символ Если хотите То что там Уже давно Утверждена программа Ядерного перевооружения Соединенных Штатов На 1 триллион долларов В течение 30 лет Это тоже не является Никаким секретом И новостью не является Ну понятно да Что никакой Трамп Эту программу не свернет Подлодки ядерные Или там Вы авианосцы Клепать не перестанут Для кого их будут клепать Чтобы с ИГИЛ бороться что ли Ну понятно да То есть есть Неужели не с ИГИЛ Неужели они не против террористов ИГИЛ не так просто победить Понимаешь Тут ведь с какой стороны бомбить Ну да Особенно если не Как бы случайно не забомбить Так сказать Умеренных Умеренных Или своих воспитанников Своих подопечных Вообще у нас Действительно Я вот так Общаюсь с людьми И многие говорят Нет ну что вы Ведь в Америке Там действительно Ну слушайте Это же свободная страна Здесь с какими-то Демократическими ценностями А вот например Наверное Очень многие наши Соотечественники Никогда не слышали Про корпорацию ТСИ Никогда наверное Не слышали Что такое ТСИ Это корпорация С многомиллионными Оборотами У нее Значит Почти 90 миллионов долларов За 2014 год Это по отчетности Это реализованных товаров На 90 миллионов долларов 10 тысяч голов крупного скота Если не Вот я боюсь То ли 10 тысяч То ли 100 тысяч Голов крупного скота Значит Мясопереработка Ручной труд Никакой механизации Все очень круто Только все это делают Заключенные Техасских тюрин ТСИ Это Texas Correction Industries То есть Техасская Коррекционная Промышленность Промышленность Значит Это корпорация Собственно Которая Использует Фактически Рабский труд Заключенных При этом Американцы Очень любят Нам рассказывать Про ужасы Крового гулага Сталин Энд гулаг И Это все Очень ужасно И вам нужно Покаяться за вашу историю При этом Сегодня В Соединенных Штатах Вот это ТСИ Это лишь Одна Из компаний Из сотен Компаний Которые работают На рынке Используют Труд заключенных Американских тюрем Причем Процент Я сейчас Не знаю точно Ты знаешь Такую цифру Сколько частных тюрем Из общего числа Там Процент все-таки Пока еще Недостаточно Около 15 Или 20 Процент Чтобы об этом Говорить Но понятно Что все Население Пенитенциарной Системы Американской Оно уже Превосходит Гулаг По все Два миллиона с лишним Какие два Журнал Нью-Йоркер Еще В 2000 Дай бог Памяти Одиннадцатом Или двенадцатом Году Писал Что шесть Миллионов Если считать И частные тюрьмы И временных И тех За кем наблюдают И тот Кто под полицейским Надзором Временно находится Так наверное да Шесть А официально По моему Два двести Они сейчас заявляют В любом случае Это самое большое В Китае 550 тысяч В Китае Количество заключенных В мире В мире Да Мы к чему это говорим К тому что Америка плохая Мы не говорим К тому что Америка плохая Мы говорим К тому что Америка Такая какая она есть И ждать что она Угарится озями Изменится завтра Это было бы Ну верхом наивности Если Вот в этом Предвыборном спектакле Хилари Клинтон И ее помощники Преимущественно говорят О российской угрозе О России Как о возможном Или реальном противнике Соединенных Штатов То роль Трампа Немножко другая Он говорит просто Не о России А о Китае Постоянно У него главный враг Это Китай С Китаем нужно воевать Армию нужно усиливать Потому что есть китайская угроза Экономику нужно защищать Потому что Рабочие места Выплывают в Китай 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 А ты помнишь Что на этой же риторике Пришел товарищ Буш К власти Буш пришел к власти Он сначала До 11 сентября Он был очень антикитайски настроен И вообще Не оконы Неоконсерваторы Которые вели его к власти Они как раз говорили О том что китайская угроза Нам пока вот Важнее чем угроза терроризма Знаешь Это настолько Как я уже сказал Взаимопроникающие понятия Да Вот что такое неоконсерваторы Что такое правый и левый Здесь Вот муж госпожи Нулан Роберт Кейган Он кто Правый или левый Он по происхождению Там в студенчестве Может был когда-то Там левым Троцкистом Да А сейчас он абсолютно Неоконсерватор Ультраправых взглядов Произраильских взглядов Причем те же самые Неоконсерваторы Но жена его Она работает В демократическом Правительстве Обамы Понимаете То есть здесь Ну разделить их невозможно Того же Либермана взять И многих других Здесь правый и левый Уже 300 раз перемешаны И вообще знаешь Вот это очень условное понятие Неокон и неоконсерваторы Там команда Буша А сегодня они Команда Клинтон Сегодня все те же самые люди Которые работали с Бушем Очень быстро Переобулись Переоделись Перешли в другую партию На время И уже стали немножко Не неоконсерваторами А в общем То что я заметил И вся та же идеология Которая была при Буше Сегодня Она артикулируется Командой Кстати обеими командами То что я заметил За время работы там Да вот Нам просто Нам отсюда С такого расстояния Недоступны нюансы Недоступны различия Которые для американского Избирателя Очень много значат Они Действительно разделяют Для себя Две эти партии Если снаружи смотреть Разницы нет никакой Но внутри Принципиальнейший вопрос Это не Афганистан Не Ирак И даже не глобальный Экономический кризис Это например Аборты Или отношения К сексуальным меньшинствам И вот если две партии Смотрят на эти Вообще малозначительные Вообще ничтожные вопросы По разному То это значит С одной стороны демократы А с другой стороны Республиканцы А по другим На самом деле Ключевым вопросам Глобальной политики Они ни в чем не расходятся Ни в чем не расходятся И думаю здесь Конечно ожидать Возлагать какие-то Особые надежды На победу Того или иного Кандидата Абсурдно Здесь нужно просто Оборотиться на себя И думать В первую очередь О том В каком мы состоянии Встретим нового Американского президента Потому что Интересоваться нами Он точно не перестанет Нам бы самим Заняться собой Нам бы собой Интересоваться В большей степени Чем не появится Рыжеволосый Гений Какой-то Миролюбивый На американском Властном олимпе И не протянет Нам руку дружбы Ничего не изменится Поэтому нужно встречать Эти перемены Во все оружие Нужно быть готовыми А вот готовы Мы без иллюзий Об этом говорить Нам в полный рост Я думаю не позволит Сейчас центральная Избирательная комиссия Мы можем говорить О том Что встречать Прекрасные выборы И встречать Нового Так сказать Президента США Мы должны Как минимум Без розовых очков Без иллюзий Без каких-то Вот этих представлений О том Что Трамп Лучший Клинтон Что это Какое-то новое Значит Новое слово Новое веяние В американской Внутренней Внешней политике Ничего подобного Но с ним Может легче будет Просто общаться Ну хочется верить Что будет Давайте верить Что будет Можно попробовать Поверить А во-вторых Давайте уповать на то Что если он будет То будет легче Ну поверьте мне Право Консервативная элита Там Компания Стоящая Допустим За компанией Хали Бертон Которая была Главным подрядчиком При проведении Вспомогательных операций Во время Иракской войны Но она Ну ничем Не лучше Относится к России Чем какие-нибудь Либеральные ястребы Так называемые С которыми Обычно Ассоциируется Имя Клинтон Там бомбардировки Югославии И так далее Ну ничем Прибуши Что же вообще-то Южная Осетия Это случилось Нет разве Ну да Стоит об этом напоминать Что А сколько всего Случилось Приемиратворце Обами Постоянно говорим Это что Не Прибуши Что ли Был Прибуши Он смотрел В глаза Нам Да Он заглядывал Нам в глаза Видел там себя Он продолжал Вернее не он продолжал А машина Это государственная Частная государственная машина И она продолжала делать То же Что она делала 50 И там 90 лет назад Потому что она На Филиппинах Дела в 19 веке Это абсолютно Неизменный курс Это империализм И в нас Рассматривают Как рынок Как добычу Не потому что Мы исключительные У нас стоят Православные храмы Или мечети Которые кому-то Хочется разрушить В угоду Культу Глобальному культу Золотого тельца Нет Потому что мы Рынок и сырье Вот и все У нас есть нефть Вода Полезные ископаемые И ядерное оружие И мы это не готовы Бесплатно отдавать И еще черт побери У нас есть ядерное оружие Вот это да Это важный пункт Да это важный пункт А как бы не было Думаю что Наверное Или сейчас бы мы с тобой Вещали из подполья Такое партизанское радио Если вы нас слышите Вы есть сопротивление Да 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 Сидели бы мы с тобой В зельмянке Или вообще не было бы Или работали бы На Эхо Москве Да Нет Лучше в подполье Все таки Потому что Работать на Эхо Москве Рискованно Почему Можно однажды быть Облитыми Известно чем Знаешь Да Эту историю Ну Андрей писал об этом В Северномке Мне кажется Дело не в том Что работа на Эхо Москвы Не работа на Эхо Москвы Тут вопрос такой Понимаете Кто бы где не работал Обливать девушку Пусть очень С своеобразных взглядов Простите Какашками Но это не очень здорово Нет не очень Это не то что там Так сказать Это не вопрос Политических убеждений Это просто там Вопрос Ты мужчина или нет Если ты мужик Ты так не делаешь Да Если ты непонятно кто Ну значит Ты можешь впасть Вот в эту ересь Там и бегать С ведром Непонятно чего Значит За своими оппонентами Обливать Но просто С этого начинается Майдан С этого начинается Украинизация сознания На Украине Вот так вот Ведутся люстрации Сейчас мы Передуемся То ли на новости То ли на погоду А потом вернемся В эту студию Продолжаем наш разговор 5 5 3 3 В начале сообщения Слово Вести 8 903 170 63 63 Это наш ватсап Для сообщений Кстати Несколько сообщений Сейчас про что Вот говорили мы Про американские тюрьмы И вот нам пишет Слушайте ли из Москвы В американских тюрьмах Нет политических Как в ГУЛАГе А нет ли политических заключенных В американских тюрьмах Но видимо Человек никогда Не слышал Про Леонардо Пелтьера Или мумию Абу Джамаль Да Ну в общем Если человек Про них никогда Не слышал Про этих людей То что толку Эти сложные слова В эфире сейчас произносить Да Уже поздно Вот это вот Ты сказал Абу Джамаль Понимаешь Человек задумался И не сможет Почему 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 Семен ругается Нет Не сможет погуглить Потому что Не запомнился С первого раза И со второго Не запомнился Да и ладно Я думаю Еще напишут Смертность В американских тюрьмах Как в ГУЛАГе Но насчет Сейчас я не знаю Как в ГУЛАГе А в 30-е годы Она превышала Смертность в ГУЛАГе В несколько раз Потому что Конечно Системы 100% Соответствующей Главному управлению Лагерей В Соединенных Штатах Не было Но так называемая Трудовая армия Президента Рузвельта То есть люди Которые работали За миску похлебки Вот таким образом Эффективные менеджеры Боролись с голодом И безработицей Людей сгоняли Добровольно Принудительно На работу Они дороги строили Болоты в Луизиане Осушали Каналы опять же Рыли Вот очень много дорог Хороших в Америке Эти люди построили И смертность Среди них была такая Что до сих пор Данные По демографии В Соединенных Штатах С 30-го по 37-й год Они в общем Как-то не очень доступны Широкой публике Ни к чему Практически никому Ни доступны Но по некоторым подсчетам Там демографическая яма Миллионов в пять Попробуйте поискать Для интереса Статью Которую Невидимая рука рынка Ну или просто люди Возмущенные ложью Так сказать Гнусных путинских пропагандистов Убрали из Википедии Называется Она Голодомор в США Вот ее из Википедии убрали Да Потому что Википедия Это же не это Это правда Это же правда Там же нельзя Рассказывать Такие гадости Там можно только Рассказывать Про Про Светочную демократию Можно рассказывать Про ужасы Тоталитарного Советского режима Про бессмысленную Россию А про Так называемый Голодомор в США Рассказывать нельзя Поэтому такую лживую статью Оттуда убрали Но слава богу Кэш Яндекса И других Поисковых систем Помнят все Ее найти можно Думаю что вам Не безинтересно Будет ее прочесть Другой вопрос В некоторых обстоятельствах Лучше быть в трудовой армии Чем на бирже труда Ну да Неизвестно где был шанс Умереть Больше от голода Например В трудовых войсках Рузвельта Или где нибудь Под забором Но это уже Другой разговор Мы любим ковыряться В чужом глазу Не наблюдая Собственно бревна Не 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 А мы от другого От чужого глаза Мы переходим Отталкиваемся Обычно Отталкиваемся От чужого глаза От чужого бревна Переходим к собственному Ты знаешь Как вот бежит Бежит допустим Елена Ясенбаева В шестом так Раз Толкнулась И перепрыгнула И взяла там Самую Высокую высоту И вот мы так же Они говорят Дисквалификация Да Капли не надо было В нос капать Сестрам Уильямс Можно Можно вообще Не только капли Там какие-то жуткие Кстати Отличная шутка была Мы же про выборы Только не можем говорить А про Про сестер Уильямс Можем говорить Была отличная шутка Что Сестры Уильямс Жалуются на После употребления Препаратов Рекомендованных ВАД Они жалуются На проблему с эрекцией Все-таки Запрет Порнографических Ресурсов В стране Делает свое Черное дело Каким-то образом Сказывается На нашей работе А что еще обсуждать А что обсуждать Я вот Если честно Я не очень понимаю Чужую эйфорию Мы ждем Что придет Трамп Он все поправит Он патриот Трамп придет Порядок наведет Порядок наведет Порядок наведет Порядок наведет И Трамп придет Порядок наведет Штука на голове Похожая Такая же В стиле Вообще у него Прическа в стиле Этого самого Ну не знаю Джонни Кэша Например В стиле классического Американского Рока Украинского Рока Но это настоящие волосы Там нет лысиной Вот сегодня Лохматили ему волосы Ведущие Американские Вот это вот упование То что он придет Поправит И после этого Нас перестанут Кидать на олимпиадах Перестанут Травить наших Спортсменов Вот само обсуждение Они обманули Хакеры вскрыли Базу данных Залезли в почту И оказалось Что они Они обманывают Они оказывается врут И все просто Обалдели И не могут поверить Что они Обманывают И я вот Если честно Я конечно Преисполнился Сразу же Праведным гневом Возмущением Мне стало В очередной раз Больно и обидно За поруганную честь Но С другой стороны Я никак не мог Забыть 2003 год И другую пробирку В руках Колина Павлова Конечно Знаменитая На заседании Совета безопасности ООН Когда он говорил Что там Который Ну Примерно так же Соотносится С результатами Анализов ВАДА Да Как Забеги Там Американских Атлетов С достижениями Елены Осенбаевой Вот То есть Ну Кого это Удивляет Ну Нам в очередной раз Залепили по морде Правильно Надо Сделать Публично Мы говорим Они плохие И мы сумели Доказать Что они И что Собственно Доказывать Это ничего И не надо По большому счету Ну А что Обратите Любая другая Там Война 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 89 год В Панаме Да Захотели Свергнуть Нориегу Высадились Сколько Около 600 человек Да Погибло Во время этой операции Ну и мирных граждан Просто в уличных боях Вот Ну их Доблесть на американскую Високе Ровно такая же история Висок Сейчас Вокруг всех наших Олимпийских Новостей Ровно такая же история Была и в 80-м году Перед Олимпиадой В Москве Да Когда нас решили Наказать За интервенцию В Афганистане Ну и что Наказали В результате Даже несмотря на то Что американские Броудкастеры Телекомпании Отказались Транслировать Значит Ну попытались Отказаться Транслировать сигнал Посмотрело Олимпиаду в Москве На 5 миллионов Больше Зрителей Чем предыдущую Олимпиаду Они попробовали Американцы В Филадельфии Провести параллельное событие Для неприсоединившихся Собрали там На базе Кампуса Они приехали Насколько я помню Даже Мухаммед Али Ездил по Африке Агитировал Спортсменов Оттуда Приехать Вот не в Москву Но ничего же Из этого не вышло Потому что Для того Чтобы себя защищать У Советского Союза Были Ресурсы Был авторитет Был вес Понимаете Ну нет же Наверное Сомнений И была четкая Знаешь Идеологическая позиция Ей можно спорить Можно не соглашаться Но она была И она была Абсолютно Понятным образом Выражена Влепить вот такую Пощечину И услышать в ответ Что Мы не будем Вам отвечать Симметрично Мы выше этого Вот с Советским Союзом Такие фокусы Не проходили И поэтому Олимпиада 80 Прошла на высочайшем уровне Ее помнят Сколько бы ее не отменяли Американские там Активисты Олимпийского Движения Вот Поэтому Конечно это плохо То что Конечно жалко Тех людей На карьеры Которых обрушились Все эти подлые интриги Но у нас должно быть Что-то Что не позволяло бы С нами так обращаться А это зависит От того Как мы наше собственное Бревно из глаза Будем вытаскивать Как мы нашу собственную Жизнь будем обустраивать И вот здесь Конечно Есть непаханное поле Для работы И безграничный простор Для того чтобы об этом говорить В самых образных выражениях Как любил об этом делать Иван Андреевич Крылов То есть ты предлагаешь Почитать басни Можно и басни Почему А вот Ты виноват уж тем Что хочется мне кушать Мне кажется Подходит вполне К описанию Нынешнего состояния Российско-американских Ну да В общем Порой Глядя на какой-нибудь Очередной Гайдаровский форум Гайдаровский Да Вот эти вот Так сказать Обсуждения Хочется сказать А вы друзья Как не садитесь Знаете ли Да Но ты знаешь Они же не садятся Самая главная беда Действительно Я тут съездил На образовательный форум Который в Москве проводился Называется он Эд Кранч Эд 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 Это не имя Это не Эдик Это Эдюкейшн То бишь образование Эдикейшн А почему его нельзя было То есть подожди Образовательный хруст Простите Или образовательный слон Образовательный прорыв Ты неплохо Откован в этом смысле Yes Let me speak Directly from my heart А многие люди Из тех кто пришел На этот форум Они не смогли перевести Мне что же означает Его название Это странное слово Сочетание Но это именно так Это хруст образования Это образование Которое должно хрустеть Очевидно В результате того Что его кто-то ломает Ну то есть по нему Едет вот это Вот это вот Ваши милидиальных ценностей И ломает это образование Да А оно бедное такое Вот эта старая Советская школа образовательная Она как-то еще крепится Как 28 героев Панфиловцев Бьется из последних сил Там не знаю В окопе уже Выкидывает оттуда Бутылки сжигательной смеси Но оно обречено Потому что да Потому что Подожди А почему образовательный форум В России называется Английскими словами Вот мне например Трудно представить себе Чтобы где-нибудь Допустим Калифорнийский университет Проводил образовательный форум У себя И назвал бы его Образование 2016 Нет От аз до ять От аз до ять Образование от аз до ять Да Вот это вряд ли Могло бы произойти Можно потому что В Техасе Да Там директором Какого-нибудь Аграрного института В свое время работал Будущий министр обороны Роберт Гейтс Я не знаю Может быть поэтому Такие вещи не случаются Но у нас Ты знаешь Вот удивительно не то Что он назван Английскими словами Этот форум А то что это никого Не удивляет Кроме нас с тобой Там никого не удивляет Я ходил и спрашивал Не кажется ли вам Это не кажется Мой вопрос Показался дурацким А ты на русском спрашивал На русском спрашиваю А ну поэтому Тебя никто и не понял Естественно А сейчас мы прервемся На погоду И Мария нам расскажет Про облака Ветра В юге Бури И другие природные явления А потом вернемся В эту студию Медвежий угол С Андреем Медведевым Продолжаем наш разговор С Константином Семеном Мы будем общаться Еще в следующий час Так что не переключайтесь А сейчас вот мы Как-то плавно Так вот Оттолкнувшись От американской политики Решили заметить Бревно в своем глазу Заговорили Об образовательном форме Который называется Эд Кранч Эд Кранч Эдукейшнл Видимо Кранч Мы думали хруст Вот не хруст Один из наших слушателей Спрашивает Может быть Кранч в таком смысле Цитирую А Решающий момент Перелом Кризисная ситуация Перелом тоже неплохо В принципе Ну в принципе да Переломить через колено Открытый закрытый Да Открытый закрытый То есть переломить через колено Образовательное Еще можно описать Как опасное положение Военный термин Тоже подходит Тоже подходит В принципе все Все эти термины Они в общем подходят К тем экспериментам Которые так или иначе Пытаются проводить С нашим образованием Знаешь я нашел там где-то В подсобке Про форум Значит Бюст Ломоносова Так Я подумал Может быть подразумевается Не знаю Какой-нибудь гранит науки Который мы Должны грызть Грызть Но это версию А ты спрашиваешь У участников Кто это такой Спрашиваешь Он стоял к ним спиной А они А они думали Что это Бюст Мушкова Да Не исключено Что они бы Ну знаешь Это дело десятое Там где находился Ломоносов А там на сцене На сцене находился Явно не Ломоносов На сцене находился Исполим Шаронов Некогда в Минэкономике Нашем работавший Под началом Если не ошибаюсь Германа Оскаровича Грефа, а сейчас занимающий выгодную и достойную позицию в Сколково. И вот на сцене сменяли друг друга спикеры, влиятельные, уважаемые люди из-за границы и из наших широт. Господин Шаронов поразил меня тем, что он такой очень восторженной, возвышенной речью открыл общероссийский онлайн конкурс Олимпиаду для первоклассников «Юный предприниматель». Очень юный. Заметь, да, никто лучше знает пионеров-героев. Может быть, я отстал от жизни, и может быть, и здесь удивляться нечем. Может быть, это нормально? Напишите нам смс-ку, пришлите нам текстовое сообщение. Может быть, мы сошли с ума, бог с ним, с гулагом американским и с заключенными, которые политическими, томятся там в Ладельфе или где-нибудь еще с Леонардом Пелтиером. Может быть, и это нормально. Олимпиада для первоклассников «Юный предприниматель-2016». А она была открыта. Я представил себе, как от Владивостока до Калининграда, на Северном Кавказе, в Средней Полосе, на Урале, в Сибири, первоклассники готовятся стать предпринимателями. И шлют задания, выполненные задания. Но это тесты, наверное, я думаю. Не задания, прошу поправить. В рамках, если эта форма называлась «Эд Кранч», то они предлагали, видимо, свои стартапы. Проект. Проект. Скорее всего, да? Я думаю, что ты прав. Вот как я тебя скорректировал-то? Вот чувствуется, знаешь, ты проект «Эд Кранч» побывал, ты апгрейдил тебя. Андрей, ну у нас, кроме шуток, был опрос как-то среди слушателей в нашем эфире вечернем. А мы не шутим, понимаешь? Мы можем быть в мое организирование, ничего смешного в этом нет. Про то, каких уроков не хватает в школе, на ваш взгляд. Каких уроков, по каким дисциплинам. И у нас большинство ответов было «Не хватает уроков бизнеса». И работы вот с хозяйством для девочек. Ну, это для девочек, а для мальчиков – уроки бизнеса. Я могу себе представить, что такое уроки труда. А что такое уроки бизнеса? Тем более в начальной школе. Наверное, куда приходят успешные стартаперы. Это как жвачки торговать на перемене. Ну, фарцовка, торговля валютой. Как открыть... То есть все то, что называется стартапом. Стартапом, да. Нет, кстати, была отличная шутка. Мы все время к Порнхабу возвращаемся. Отличная шутка в связи с тем, что его заблокировали, да? То есть теперь можно такой стартап – пересказывать ролики с Порнхаба. Видимо, будет востребовано. Кустное народное творчество. Кустное народное творчество, да, такие. Новый импульс. Конечно, грустные все шутки у нас сегодня. Слушай, какие есть. Иногда даже щипаешь, хватаешь себя за щеку, да, спидаешься ущипнуть себя. Может быть, это все норма уже. Слушай, ну, просто мы про это пытались уже говорить серьезно и неоднократно. Год назад, если помнишь, мы с тобой были на форуме «Территория смыслов». И, в общем, молодежь, да, которая студенты разных вузов со всей страны, они задавали, насколько я помню, вполне осознанные вопросы. И эти вопросы касались вовсе не того, как нам стать бизнесменами. А они говорили о том, когда все-таки в школах, в вузах начнут говорить о смысловых вещах, о патриотизме, о родине. Да, там, девушка одна подошла, там, после нашего, так сказать, выступления с Константином подошла и говорит, ребят, можно я вообще посмотрю на вас вблизи? То есть, я уже отвыкл от того, что я слышал вот эти вещи. В вузах у себя, понимаете? То есть, в вузах люди стесняются говорить о патриотизме. Там, в других вузах проводятся, значит, закрывают выставку, посвященную Великой Отечественной войне. А в-третьих, ну, потому что, зачем? Но студенчество у нас очень протестно настроено. Мне тут пишут, а что плохого в предпринимательстве? Коммунистическая ненависть к частной собственности? Не переносите свои убеждения на всех. Да, это тоже слушатель, который рассказывал, который пишет о том, что храмы и мечети у нас не капиталисты разрушали, а социалисты. У нас сокращено сейчас число, вот в школе, в которой учится мой сын, да, число часов русского языка, количество часов русского языка с пяти уроков в неделю до четырех. У нас дети не знают, как писать грамотно, как там слово корова пишется. У нас они не умеют считать. У нас разрушено образование от первого до последнего класса. Но оно стало элитным. У нас разрушено высшее образование. У нас настоящая катастрофа происходит в образовании, и не видеть этого можно только слепой. Если в этой обстановке, в центре Москвы, в Московском институте стали и сплавов, как мне объяснили, не только за государственные деньги, но имеет ли это значение? Проводится форум с названием «Эд Кранч», на котором объявляется о проведении Всероссийской онлайн-олимпиады по предпринимательству. Это безумие. Если мы не понимаем, что это безумие, значит мы безумны. Ну да, то есть если мы не понимаем, что мы уже встали на краю пропасти, да, и нам еще вот полшага, и мы туда рухнули. Я накануне общался со студентами, которые претендуют на то, чтобы через несколько лет стать журналистами. Я им задал вопрос. Про войну? Про Вторую мировую обучение. Знаешь, я даже не стал спрашивать, кто такой генерал Власов, потому что я знаю, что они не знают. Я с этим сталкивался много раз. Я спросил, как расшифровывается BBC. Ну, я подумал, вдруг Эд Кранч. Ты решил им помочь. Я решил помочь. Из этого мира подбросить термин. Да, как-то вот из более понятного, где веганы, вейперы, стартапы, где вот это все. Если уж ВВС для вас аббревиатура ничего не говорит, может быть, BBC хотя бы знакомо, да? А, так вот, мне никто ничего не ответил. Господи, это, может быть, какие-то класс коррекции там приходил к тебе? Нет, на самом деле, конечно, очень-очень грустная картина. И я к чему это говорю? Не к тому, что плохие люди отмыли денег, и вот опять либералы в центре Москвы, несмотря на то, что вроде бы страна уже давным-давно нелиберальным курсом движется, обделывают свои липкие и грязные делишки. Я не об этом. Я о том, что безотносительно к тому, кто победит на американских выборах, будущее не станет для нас радужным, легким, приятным и веселым. Никто ничего не отменит, никто не полюбит нас, не станут безупречными и прозрачными наши олимпийские пробирки. А, следовательно, нам необходимо к этой грозной, неотвратимой эпохе, уже сейчас-то невеселая эпоха, чего уж говорить, да? Нужно каким-то образом готовиться, да? Нужно быть во всеоружии. Что, и по-твоему, значит, Эд Кранч и конкурс с юными предприниманиями, это не подготовка? Это немножечко не совпадает вот с этим настроением, которое в обществе должно было бы быть. И в этом смысле возникает у людей справедливый вопрос. Возникает диссонанс в сознании. С одной стороны, каждый день через микрофоны, радиоприемники и телевизоры мы рассказываем, что есть злобная и плохая Америка, которая готовится нас сожрать. Она развязала кровавую войну на Украине. Она развязала кровавую войну на Ближнем Востоке, в Сирии. Диана только не развязала кровавую войну, рассказываем мы. Мы с тобой. И, казалось бы, это подразумевает, что наша страна, наша экономика, наше образование, вот все, что у нас происходит внутри, должно каким-то образом меняться, исходя из этих внешних обстоятельств. И ничего этого не происходит. А мы продолжаем рассказывать о Трампе, о Клинтон, о Клинтон и о Трампе. И это вызывает раздражение. Это вызывает у людей непонимание, потому что есть явный диссонанс между Эд Кранч и всем остальным, о чем мы говорим. Да, Костя, но при этом согласись. Значит, мало того, что есть этот диссонанс, тем не менее. А Эд Кранч тоже есть. Да, значит, и есть люди, которые за государственный счет, или за частный счет, это вообще не имеет значения. Они вот в этом нашем сегодняшнем пространстве, которое в общем находится, да, уже находится в противостоянии очень жестком, они в этом пространстве формируют совершенно определенные смыслы и решают совершенно определенные задачи. Те же самые, которые они решали еще 20 лет назад. Да, в 90-е, баннерные. Задачи не изменились. А почему их никто не остановит? Просто изменилась некая форма. Какой свежий вопрос? У меня просто детские вопросы пошли, да? А почему же их никто не остановит? Я бы не сказал, что их никто не остановит. Последние назначения, которые произошли, и которые мы в этой студии обсуждали, да, там, скажем, с Петром Акоповым неделю назад, да, назначение детского омбудсмена. То есть я понимаю, что наша либеральная общественность хотела бы видеть на месте омбудсмена не мать многодетную и жену священника, ну, допустим, преподавателя 57-го школы Бориса Мерсона. Они бы видели его лучше, скорее, на месте детского омбудсмена. Но, тем не менее, назначение Кузнецовой, назначение Васильевой, ну, мне кажется, это все-таки уже какие-то очевидные шаги. Другое дело, что если все ограничивается только этими шагами, только этими назначениями, и дальше не будет ничего происходить, не будет. Если в школе, простите, Солженицына не заменит Константин Симонов и Твардовский, значит, будет эт-кранч, такой тотальный эт-кранч, от края до края. И вот мне кажется, что здесь, ну, хочется этих шагов как-то. Знаешь, это два момента. Во-первых, весь этот форум был заполнен преподавателями. Одну секунду, это был, так сказать, трейлер следующего часа. Это трейлер того, извините, после эт-кранча я не мог сказать анонс, я должен был сказать только модное слово трейлер. Это был анонс того, о чем мы будем... Ну, камень аптнэкст, это было. Да, каминг аптнэкст. Тут би континью это. Да, о чем мы будем говорить в следующем часе. И от кранч остается с вами. Медвежий угол. С Андреем Медведевым. 5533 в начале сообщения слова Вести. 8903-170-63-63. Это наш WhatsApp. В эфире по-прежнему Медвежий угол. В студии Константин Семин. И продолжаем мы наш разговор, который начали в предыдущем часе. Если кто-то не слышал, то говорили мы об образовательном форуме, который Константин посетил на прошлой неделе. Называется он... Или на этой неделе? На прошлой. На этой. На этой неделе назывался он... Эд Кранч. Эд Кранч. Эд Юкейшнл Кранч. Эд Юкейшнл Кранч. Да. Ну, да. В общем, кстати, вот нам сообщает, почему он проходил в институте Сталии Сплавов, потому что бывший ректор этого института это Ливанов. А, все просто. Вполне возможно. Если не нужно никакой дедукции. Теперь знаю эфемизм для ситуации в образовании. Полный Эд Кранч, пишет Елена. Ну, а, кстати, вот зачем, собственно, проводился этот форум? Ну, ладно. Там, значит, объявили старт-конкурсы... Это лишь одна из страниц. А юный предприниматель? Программы? Нет. Это, конечно, не было центральным событием. Но предполагалось, что это будет очень громкое мероприятие. По крайней мере, год назад оно именно таким и было. Было анонсировано присутствие Ливанова. Там должен был быть Дворкович. То есть проходить это все должно было на самом высоком уровне. И лишь в последний момент, потому что вот такая вот неожиданная метаморфоза случилась в августе, да, планы эти были пересмотрены. Конечно, статус мероприятия был снижен. Но легко было догадаться, находясь там, как это планировалось. Какие заявлялись гости, какие представители каких корпораций. И там через все мероприятия, через... Ведь что важно-то, да? Не то, что там собрались какие-то чиновники Министерства образования, хотя, несмотря на то, что назначен новый министр, замминистра на сцене стояла. И своими присутствиями, как бы, так сказать, освещала все это действие. Ну, то есть, какую-то легализацию. Ничего не изменилось. И, знаешь, я смотрел на людей, которые так или иначе встроены в систему образования, в Министерство образования. И, как бы, ну, наверное, должны какие-то рефлексы в них, какой-то инстинкт самосохранения начать работать. Ну, пришла другая, как бы, стратегия. Вроде бы, все ожидают в Министерство образования. Ну, все-таки похоже, что на то. Сменился руководитель. Вроде бы, да. Но ощущение, что это вызывает, ну, ну, хотя бы некие мыслительные импульсы в среде чиновников Министерства образования, в среде тех, кто там работает в высшей школе экономики, в других знаковых образовательных центрах, да. Нет такого ощущения. То есть, все сидят уже, ну, и что? Знаешь, ты как вот братва сидит, но пришел там новый участковый. И они смотрят, чего будет дальше. Слабо или не слабо. Вот примерно такое настроение. Ну, меня больше... Ну, слушай, в конце концов, только месяц небольшим прошло после назначения. Я говорю не о том, что ничего не сделано и не срублены головы, хотя головы уже некоторые полетели. Уже полетели некоторые головы, и, в общем, это неплохо. Я говорю об общем настроении внутри системы. Она настолько уверена в том, что с ней ничего не случится. Она настолько уверена в своей вот неуязвимости, инертности, что они, ну, был этот, но будет другой. Мы переживем. Вот такое настроение. Более того, сейчас расскажу. Вот случай, значит, Сибирский федеральный университет. Преподаватель молодой Василий Никуленков, ну, позволил себе дать интервью в фильме наших уральских коллег. Есть такой на Урале журналист Максим Румянцев. Снял фильм «Кулак революции». Ну, про разного рода экологические акции, которые идут на Центральном Урале, на Южном Урале, в Ленобласти, в Красноярске, которые, ну, вроде бы это действительно все про экологию. На самом деле понятно, что каждый экологический митинг, он, в общем, сводится в итоге к рассуждениям и крикам со сцены о том, как страшно жить в этой стране, какой там, в общем, долой кровавый режим и т.д. и т.п. Значит, Василий Никуленков позволил себе дать интервью для этого фильма. Значит, сейчас его из университета а. пытаются выгнать, б. лишить ставки, закрыть школу публичной дипломатии, которую он там открыл. Значит, а в этом же Сибирском федеральном университете туда регулярно присылают свои брошюры о том, какая это вообще замечательная структура и как правильно туда вливаться информационный центр НАТО в Москве. Да ты что, НАТО? Да, значит, я бы не поверил, но так я эти фотографии видел замечательные и, собственно, и общался с людьми, которые вот все эти брошюры листали, говорят поразительное, интересное чтение. Просто даже уже европейцы с НАТО разводятся потихонечку. Да-да-да, это справочники, это вот, что такое НАТО? Введение в трансатлантический альянс. Вот такая вот книга. Олимпиаду надо провести для первоклассников. Олимпиаду для первоклассников? Маленький НАТО. Маленький НАТО, да. Можно для первокурсников. Кто лучше знает НАТО? Или пусть они напишут некую концепцию, как лучше России вступить в НАТО, влиться вот в этот вот альянс. Ну... Знаешь, я не удивлен абсолютно. Ты говоришь вот о системе. Это в Москве, а вот в Сибири. О том, что да, вот есть сыр, да, и в нем есть дырки. А здесь такое ощущение, что нет сыра, одна дырка. Понимаешь, это образование. Мы получаем письма, сейчас мы начали такой общественный проект, пытаемся сделать народный фильм, в котором бы правдиво, без оглядок на разные корпоративные и ведомственные интересы, рассказывалось бы о том, что творится в образовании. Мы сейчас анализируем почту, которая к нам идет валом с мест. Десятки городов пишут. И то, что я там читаю, ну, на самом деле, это просто катастрофа, когда там пишут родители из какой-нибудь школы в Екатеринбурге, что вот так и так начали раздавать информационные брошюры. Я поинтересовался по IP-адресу, кто их выпускает. Значит, IP-адрес находится в городе Киев, да. Содержание брошюр, ну, примерно то же, что про НАТО, может быть, чуть более просто и доступно. И это везде. И вот эти люди — это AdCrunch. И они чувствуют себя абсолютно комфортно и сухо. И ничего. По крайней мере, сейчас не угрожает их теперешнему состоянию благоденствия. Более того, смотри, да. Ну, секунду, я одну вещь еще скажу, что меня больше даже, может быть, удивило. Это то, что тот ажиотаж, который сопровождает этот форум, то, что в зале нет пустого места, а места заняты молодыми преподавателями, преподавательницами в основном. Ты понимаешь, да, что ты сейчас лет на 15-20, может быть, даже уже, да, старше тех, кто пришел в школу преподавать или придет в школу преподавать. То есть сменилась генерация. Я понимаю, как их учили. Вот. И эти девочки сидят с распахнутым клювом и ждут, когда в этот клюв кто-то, значит, зерно просвещения бросит. Какой-нибудь представитель западной корпорации, который расскажет, что традиционное образование, оно кранч-кранч закончилось. Мы будем рассказывать вам через Skype, например, через онлайн-платформы, потому что традиционное образование, основанное на авторитете учителя, основанное на вот всем том, на чем базировалось советское образование, это yesterday. Yesterday. А tomorrow это вот, видишь, по CNN. Кто сидит на CNN, да? Вот за спиной у тебя CNN показывает в нашей студии. Там сидит в гостях у ведущей CNN Аманпур, в гражданке Аманпур сидит гражданин Ходорковский и рассказывает о том, что нынешний выбор в России это квази-выборы и вообще. То есть, они так много уделяют внимания России, которую они обзывали страной бензоколонкой с разорванной в клочья экономика, что становится понятно, что если этот кранч будет продолжаться, то послезавтра следующий президент США в конце своего срока будет обсуждать, как им устроить отношения с Московской губернией и Сибирской республикой. Вот к чему ведет ведь этот глобальный этот кранч. И я тут, знаешь, что вот просто хотел бы завершить этот пируэт смысловой, который мы затеяли еще в прошлом часе. Вот какой истории. Когда делали мы фильм в свое время «Биохимия предательства», мы для него записывали нашего известного разведчика Николая Леонова, который на Кубе работал, ну известный человек. И просто некоторые фрагменты его интервью были настолько жесткими и неполиткорректными, что взять их в фильм я не мог. А сейчас ты их можешь? Понятный причин. Я просто хочу перескать, что человек говорит, вы поймите, да, вот мы предательство плохо, да. Плохо, значит, вот торговать родиной, переходить на сторону врага. Это все неправильно, да. Но каким образом можно замотивировать человека идти отдавать жизнь за родину, если за своей спиной он видит там фамилии Абрамович, Виксельберг, Дворкович или конкурс «Юный предприниматель-2016». На форуме «Эдкранч». Кто пойдет жертвовать? Конечно, скажет, что родина безотносительно ко всем этим фамилиям существует. С одной стороны. Но с другой стороны, из десяти человек найдется немало тех, кто решит, что с какой стати. И в этой позиции будет своя логика. И поэтому вот это и есть то самое бревно, которое нам самим необходимо бы в какой-то момент перекусить. Знаешь, вот, кстати, сообщение про Олимпиаду для первоклассников о бизнесе. Считаю, что это относительно правильно. Если вспомнить заповеди Роберта Киосаки, который, кстати, должен нарисоваться с выступлением в Москве. В школах детям нужна, очень нужна финансовая грамотность. Вне зависимости от того, какими профессионалами они станут. Если они не умеют обращаться с финансами, по-любому в жизни будет оставаться бедными и несчастными. Термин предпринимателей первоклассников, терпи, я дочитаю, Костя, не вздыхай. Термин предпринимателей первоклассников, согласен слишком громоздкий не к месту, но в целом. И эта тема в школе нужна. То есть человек не согласен с термином. Но как это... Но давайте русифицируем юный ларечник, юный... Делец. Делец. Юный барыга. Кстати, мне кажется, очень хорошо, знаешь, где-нибудь провести конкурс. Юный... Я просто никак не могу забыть из букваря своего. Там была такая небольшая история о том, как мальчик в школе наблюдает за тем, как там женщина-служанка другому мальчику завязывает шнурки. Рассказ назывался Борчук, по-моему, если не ошибаюсь. Да, был такой. Другие были немножко... Не проводились олимпиады по предпринимательству. А сейчас я просто на примере своего сына знаю, что там в третьем классе. Во втором уже детям рассказывают, что такое бюджет, как он наполняется. Вот зачем человеку в третьем классе знать, что такое бюджет? Объяснить. Может, я дурак, но мне кажется, что... Ну как, чтобы он был счастливый, чтобы он был... Богатый счастливый. Как это? Прости, в рамках открытия я должен сказать successful, you know? То есть, что значит? А, you know, да? Успешным, успешным надо быть, конечно. Успешным. Да, и вот... Делец лифом мой хард. Центр тяжести во всей системе образования. А что такое система образования? Это проекция, это производная от всей системы экономических отношений, судьба которой, кстати говоря, так же, как судьба политической системы, решается на выборах, о которых мы не можем говорить сейчас, да? Но мы можем советовать пойти и проголосовать. Мы ничего не будем советовать. Так вот, система образования — это проекция от того, что происходит в экономике с 91-го года и в политике, которая является лишь дочерью экономики с 91-го года. Если в этом направлении ничего не меняется, чего же вы хотите, чтобы не проводились конкурсы «Юный предприниматель 2016» от Калининграда до Владивостока. Это логично, это нормально. И завтра эти предприниматели будут... Маленькие сегодня предприниматели будут предпринимать уже на других постах, на других позициях. Они будут рассчитывать, какое право выбора они имеют и какой выбор они дал. Ведь вся система образования, которая нам навязывает, она основана на вариативности, на возможности выбирать. Выбирать что? Не только жизненный путь, не только партнёра для интимных или бизнес-отношений. Выбирать в том числе место жительства и родину. То есть космополитизм? Более того, я тебе скажу, выбирать пол. Выбирать пол, самоопределение. Причём, понимаешь, когда об этом говорят со второго, с третьего, с четвёртого класса... Но это становится нормальным в конечном итоге в сознании. Да, это становится нормальным. Это именно то, что сейчас пытаются превантовать к средней и высшей школе. Но вам возразят, что мелкое предпринимательство, это ведь основа благосостояния Европы, например, или Америки. Оно поднимает? Я бы с удовольствием послушал бы эти возражения. Более того, я бы с ними даже согласился, если бы они были правдой. Ну, а расскажите, почему нет? Ну, как-то, мне кажется, что мы об этом довольно часто уже говорили. Можем повторить, потому что повторили мать учения. Можно и про Пелтира поговорить подробнее, но на всё не хватит времени. Основы экономики – это крупные, мощные предприятия. Эйрбаз. Что такое Европа и европейская экономика? Это Эйрбаз, это БАСФ, это БАЕР, который сейчас вот... Который купил Монсанто, да. Это, ну, не знаю, Фольксваген. Слушайте, проще всего объяснить на примере... Это не булочная, которая работает у проходной Фольксвагена, потому что булочная, мелкий и средний бизнес, она распределяет, размазывает полученный крупными корпорациями доход. И всё. Это форма социальной поддержки, это форма социального обеспечения в капиталистической экономике. И ничего больше. Никакой малый и средний бизнес, никакую экономику, никакую экономику ни с каких колен не поднимет. Это ложь и надувательство. Посмотрите на Прибалтику. Посмотрите, например, на прекрасную Латвию. Как там мелкий и средний бизнес-то? Нормально? Поднял страну с колен? Как выяснилось, нет. Нет, но там уничтожали крупные же параллельно. Вот именно. Уничтожали крупный бизнес, уничтожали крупные государственные заводы, которыми остались в годы СССР. Со времён СССР уничтожали ВЭФ, РАФ, уничтожали порты, уничтожали мощнейший раболовецкий флот, уничтожали это западные инвесторы, потому что им нужна была окраина, потому что Европе всегда нужны колонии и окраины для развития. Это всё уничтожили. А сегодня Россия, в общем, перекрывает последний, так сказать, кран подачи евро в эту маленькую черепично-прянищенную Латвию. А именно, собственно, транснефть прекращает к 2018 году транзит нефти. Окончательно всё переходит в Усть-Лугу и на Новороссийск. То есть, быть русофобами за счёт России больше не получится. Ребята это не понимали до последнего. Ну вот, Латвия, пожалуйста, возможности для работы мелкого и среднего бизнеса полно. Твори. Твори. Welcome. А что же все люди, которые туда приезжают, никак у них не получается, эти прекрасные стартапы, веганские кафе, о чём писал, кстати, один из, помните, в интернете писал один из московских прогрессивных деятелей, поехал в Ригу делать модное кафе. А почему оно не заработало? Потому что у людей нет денег в стране. А нет денег, потому что нет крупного бизнеса, нет крупных предприятий, государственных или частных, или вот там псевдо-государственных, как в Америке, например, корпорация Boeing или Lockheed Martin. Да их нет. Зарплату платить не получается людям, люди не могут тратить. Вот и всё. И вот, кстати, пишет нам один из слушателей. В общем, согласен, но с юными барыгами борщите. Нам нужны предприниматели. Да, они нужны, безусловно. Но не юные. Но не юные. Заставлять. Нет, понимаешь, у нас ведь подменяется что? Давайте мы экономическую грамотность детям навяжем, а обыкновенной грамотности их лишим. Но это же безумие. Ну, я может, я опять же, может быть, я отстал от жизни. Может быть, я какую-то ересь сейчас тут пытаюсь озвучить, да, мракобесием занимаюсь. Но, по-моему, это очевидно для любого нормального человека. У нас дети не умеют посмотреть, какие баллы там по вступительным экзаменам в вузах, по математике, по русскому языку. У нас люди не умеют грамотно говорить вообще, не говоря уж о том, чтобы писать. И вы считаете, что нам не хватает предпринимательской культуры. Да у нас выше крыши предпринимательская культура. У нас люди потеряли свой язык и способность элементарной логической и вычислительной операции производить в уме. В первую очередь, потому что у нас переизбыток предпринимательской культуры. Потому что предпринимательская культура вытесняет любую другую культуру. Потому что они несовместимы. Предпринимательская культура и культура человеческая. Да, и потом просто давайте не будем путать. То, что мы имеем в виду, очень часто говоря о предпринимательской культуре, в общем, к бизнесу и предпринимательству, скажем, европейскому, скажем, французскому, мелкому, среднему бизнесу, отношения не имеет. Потому что мы имеем в виду, очень часто по предпринимательству, вот ту схему 90-х годов, когда прибыль меньше 100% вообще не считалась прибылью. Когда бизнес, это касалось, слово бизнес относилось просто ко всей любой возможной спекуляции. И вот мы считаем, что это предпринимательство. Нет. Я с тобой тут не соглашусь, но у нас не будет, я боюсь, времени для того, чтобы подробно об этом поспорить. Потому что, с моей точки зрения, конечно, предпринимательство, оно одинаковое везде. И спекулянт, он, как его ни называй, хоть брокером с Уолл-стрит, хоть промышленником из какой-нибудь, или изобретателем из Силиконовой долины, суть не меняется. Это попытка заработать деньги и продать воздух очень часто. Далеко не всегда. И, как правило, не результат своего труда, а результат чужого труда. Чужого труда. Кстати, деньги из воздуха, вот история Илона Маска. Это прекрасное доказательство того, что деньги из воздуха. Но я все-таки, что хотел сказать, вот тут нам приходит сообщение, мы коснулись темы патриотизма. Хочу защищать родину не только от внешних врагов, но и от тех, кто задает вопрос, а за что ее защищать, пишет один человек. Если вы разделяете родину и неприятные события, ну, вроде тех, о которых говорил, видимо, разведчик Леонов, спрашивая, кто пойдет это защищать, то, значит, и у русской освободительной армии была своя понимаемая логика. С какой стать-то? Ну, что же за передергивание-то? Конечно же, нет. У людей, которые шли на смерть в Великую Отечественную войну, за спиной не было того самого, что было за спиной у поручика Петрова из известного стихотворения Маяковского, которому бомбой выдрало ноги. Помните, да не было персонажа, который, измазанной в котлете губой, похотливо напивал северянина в ресторане в тот момент, когда кто-то кишки на проволочные заграждения наматывал на фронтах Первой мировой. Это две большие разницы. Поэтому, конечно, Родина не обсуждается, и, конечно, долг не обсуждается, но есть такая штука, как закон больших чисел. И если ты внутри страны не навел порядок, если ты не изменил вот эти вот системообразующие вещи, если вот эти вот огромные язвы по-прежнему раскрыты и источают гной, то очень трудно мотивировать подрастающее поколение. А если среди этого подрастающего поколения с первого по десятый класс, по одиннадцатый проводятся конкурсы «Юный предприниматель» 2016, то не жди, что такие же, как ты, так же смело в одном ряду с тобой пойдут расставаться с жизнью. Потому что у них другая уже будет философия, у них будет другое отношение к этой самой жизни, к тому, что вы пока еще называете Родиной и пишете с большой буквы, к счастью. Да, и это одно, а другое, понимаете, ведь что касается, скажем, Великой Отечественной войны. Безусловно, очень многие люди могли быть несогласны с большевиками, могли не принимать то, что происходит в стране, но они не могли не видеть, что это была действительно война народная. И члены политбюро точно так же, как и остальные. Гибли на фронте. Гибли на фронте. Отправляли своих детей на фронт. У Микояна все сыновья воевали, у Сталина сыновья воевали. Василий Сталин был хулиганом, это правда, он трусом не был. И действительно его берегли, не давали ему особенно летать, на что он страшно злился. Он выпивал, но он не был ни трусом, ни дураком. Вот какая вещь. Понимаете, а сегодня... А предательство, шкурничество, барыжничество осуждалось, правильно? Осуждалось. На государственном уровне. А сегодня оно возводится в культ. Ну да, потому что, вроде вот мы недавно говорили с коллегами на Радио России, сейчас, кстати, мы уйдем на... Сейчас мы прямо уйдем. Не-не-не, через минуту. Да. Мы говорили на Радио России с коллегами о том, что... Что такое мошенничество, да? Ведь в 90-е создался целый культ вокруг мошенничества. Не без участия, скажем так, Голливуда, да? Что мошенничество, это вроде и не преступление. Мошенничество, ну, просто ты такой ловкий парень. Просто ты сумел и заработал деньги. Ну, просто как-то вот... Ведь у нас что внедрили в сознание? Что это не Мавроди преступник, который, скажем, ограбил миллионы людей. Да? А это сами люди лохи, так им и надо. Так им и надо, и ну что, не сумели. А про другие ситуации сказали, ну, слушайте, ребята большие, молодцы, они удачливые предприниматели. Они смогли, они вписались в рынок, они провели залоговые аукционы. А что сделал ты? Ничего. Ну, что, о чем ты тогда говоришь? И все-таки вынужден сказать, что сейчас у нас новости. А в студию вернемся через 2-3 минуты. 5-5-3-3 в начале сообщения слова Вести. 8-900-3-170-63-63. Это наш WhatsApp. Медвежий угол. С Андреем Медведевым. Итак, продолжаем наш разговор с Константином Семиным. Сообщение. Я понимаю, что вы хотите сказать, я в целом согласен, но вы уж совсем торговцев не опускаете. Если человек занимается торговлей, это не значит, что он спекулянт и делает что-то плохое. Вовсе не значит. Абсолютно нет. Здесь я вообще не противник мелкого бизнеса. Там, скажем, Костя чуть более радикально настроен, я чуть менее. Вопрос лишь в том, что не может быть идеология... Не может быть разговор о бизнесе, определяющий идеологии для первоклассника. Не может быть разговор о том, как что лучше продать и как заняться финансами. С моей точки зрения, самой главной ценностью для начальной и даже для средней школы не о том все-таки с детьми стоит говорить. Возможно, опять же, мое личное мнение. Олимпиаду предпринимателей проводить после Олимпиады спасателей, физико-защитника Отечества, правоохранителя, пожарного. Такое мнение. То есть я со своей мечтой о маленькой автомастерской перехожу в разряд барыг, что ли? Несправедливо, пишет Андрей. Ну, это знакомый, на самом деле, ответ, который мне периодически приходится слышать, когда ты возмущаешься мязами нашего капитализма. Да, тебе говорят, ну и что, вот у меня там служба доставки или вот малый и средний бизнес, там, вы что же меня в плохие люди записывают? Нужно понимать, что речь идет не о конкретном человеке. У нас каждый воспринимает все персонально. У нас мы разбиты на миллионы индивидуумов. А речь идет о системе. Так вот, нужно понимать, что система, которая создана, да, экономическая система, губительна. Она для всех губительна, в том числе и для тех, кто занимается малым и средним бизнесом, в том числе и для их детей. Вот, и даже если ты честный человек, и ты не присваиваешь труд своих подчиненных, хотя для предпринимателя мелкого, среднего или крупного это характерно, потому что эти законы экономические, выведенные еще в 19 веке, они неопровержимы, они действуют до сих пор, так же, как действует закон всемирного тяготения. Даже если ты относишься с уважением и заботишься о своих работниках и не нанимаешь гастарбайтеров для того, чтобы обслуживать московские дворы, предположим, да, даже если ты честный, мелкий и средний предприниматель, все равно, и, кстати говоря, в ленте интернет среди людей, которые меня читают, таких предпринимателей все больше. А сознание того, что эта система уничтожит вас тоже, если она не будет изменена, оно приходит. То есть это, как ты понимаешь, ну, корабль, да, и каждый, забаррикадировавшись в своей каюте и организовав маленький сервис, автосервис в своей каюте, он должен понимать, что эта каюта отдельно никуда не плывет. Да, она не плывет на отдельном корабле. Это все один большой корабль. Более того, если вы посмотрите, дорогие предприниматели, почему вот мы говорим о том, что система, да, которая существует, она в том виде, в котором есть, она порочна и опасна. Всеми такая любимая Америка, с которой мы начали, с выборов, с которой мы начали. Что, собственно, произошло в России в 90-е? Произошла тотальная приватизация, пришла невидимая рука рынка, так сказать, наводить порядок. Навела. Да, ну, еще не очень довела. Что произошло в Америке в 70-е? Вот ровно это и произошло. Пришли фридманисты, провели тотальную приватизацию, причем тотальную приватизацию всего, включая нацпарки, реки, озера и так далее. Все, что смогли. Тюрьмы, тюрьмы, с которых мы начали. Да, все приватизировали. И сейчас реальный сектор в американской экономике составляет 18%. Это куда меньше, чем даже в России, при том, что у нас крайне не идеальные ситуации в экономике. Значит, и тот самый прекрасный мелкий бизнес, та самая американская мечта, да, ее нет. Нет ни этого мелкого. Ну, все, она есть, просто если я не путаю цифры, то 60% американского ВВП это финансовые операции. Финансовые операции, да. Вот, и это закономерно. То есть, вот нужно понимать, да, что маленькие... Потому что как только они выгнали государство, это система управления... Это даже не потому, что они плохие, что-то выгнали, да. Вот люди, которые спорят со мной, возражают меня, они говорят, ну вот, да, там, скажем, Джей Пи Морган Чейз, это плохая организация. А вот, например, какой-нибудь производитель сельскохозяйственной техники, это хорошая организация. Или маленькая булочная, это хорошая организация. Ведь здесь маленький бизнес, который кормит семью, которая работает. Но фокус в том, и, к сожалению, опыт столетний, там, многосотлетний развития капиталистических отношений, это подтверждает. Фокус в том, что из маленького предприятия все равно в результате укропления неизбежного консолидации капитала вырастает тот самый Джей Пи Морган. И ничего ты с этим не сделаешь. Как были кожевенные кооператоры в Узбекистане, в Бухаре, которые из маленького бизнеса, кооператорского, артельного, в 80-х годах превратились вдруг несколько человек в хозяев всего алюминиевого комплекса бывшего Советского Союза. Вот такой стремительный рост. Вот точно та же траектория была и в Соединенных Штатах. И ничего с этой траекторией не поделать. Если не изменить систему экономических отношений, я не говорю о том, чтобы, знаете, вернуться там в 17-й год и все полностью перелопать. Но хотя бы ключевые стратегические отрасли должны быть возвращены под контроль государства. Безусловно, понимаете, прекрасный пример вам Южная Корея. Капиталистическая, условно-капиталистическая страна. Но те самые южнокорейские джиболи, то есть крупные конгломераты типа LG, типа Samsung и так далее. Там влияние государства. Это такие государственно-частные компании, где влияние государства, где роль государства влияет определяющей. И, кстати, именно в этой сфере, именно в этих компаниях задействовано 70%, 30% трудоспособного населения, но делают они больше 80% ВВП. А остальные это тот самый мелкий бизнес, который пекут, делают какие-то там, не знаю, цветочки, поделки, самоделки. Но им остается что-то около 18%. Ну, на самом деле, противоречие между той системой, которую ты нарисовал, хотя можно было бы вспомнить и пример Северной Кореи, нас часто, нам часто... Нам уже пишут, нам уже пишут, что мы... Причем, прекрасный... Вот мы говорим об образовании. Я предупредил, да, появление СМС. Да, нам пишут об образовании, о том, что... Вот мы говорим о том, что как-то не здорово с образованием. Вот Николай из Нижнего Новгорода пишет, прекратите лгать, вы превращаетесь в Советский Союз, а там и до Северной Кореи недалеко. Причем, Советский Союз написано СОВЕ-Ц, через С. Советский Союз. Ну, это может быть следствием такой идеологической позиции, потому что некоторые люди пишут С осознанно. Хорошо, если так. А если он так в школе учился? А если он так в школе учился? Связанная, знаешь, со Союз Меча и Орала. Вот есть такие люди, которые... А дворяне так писали, да? Ну, и кажется, что и большевистский, и советский должно быть написано исключительно через С, для того, чтобы придать некий унизительный, оскорбительный оттенок этим словам. Ну, я думаю, что, скорее всего, в данном случае мы имеем дело с простой безграмотностью. Нам в Твиттере пишут, грохнут парни, вот увидите, про Константина. Грохнут парни. Ну, увидим, посмотрим. Константин прочитает в Твиттере у себя. Я, позволь, я закончу просто по поводу Северной Кореи, коль скоро ее вспомнили, да. Все-таки это тоже нам постоянно в морду ее тычет, что вы хотите туда, 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 извините. А есть в мире пример? Я не говорю о том, что это идеальная страна, хотя я был там и мог посмотреть, как там устроено все. А многие из тех, кто об этом судит, никакого реального представления о ситуации там не имеют. Но все-таки есть другая страна, которая на протяжении стольких лет, оказавшись в тотальной международной изоляции, в блокаде фактически, да, выдержала бы такой постоянный международный военный и политический прессинг. И при этом не сломалась бы, не приползла бы на коленях и не утратила суверенитета и национального достоинства. Есть Куба. Есть другая страна. Ну, Куба. Нет, ну, конечно, можно стать, предположим, Германией, разместить 80 тысяч американских военных, 60 ядерных боезарядов в Соединенных Штатах на своей территории, утратить суверенитеты. И телефон канцеля в этом случае, да, твоего, будут прослушать. Да, и американские беспилотники будут слепать в своей территории. Но жить ты будешь сыто, жить ты будешь богато. Я не знаю, как там в тюремной терминологии мы начали с тюрем частных американских, называется такое положение. Но оно точно не будет связано с гордой и независимой позицией на международной арене, если сравнивать ее, да, вот. Поэтому, а ты про Южную Корею заговорил, понимаешь, просто многим кажется, что есть фундаментальное противоречие между тем, как устроена социалистическая экономика и как на заключительной фазе работают крупные капиталистические корпорации. Да, они похожи работают. Министерство советское, они очень напоминали то, как работает, там, Samsung, Apple, там, сегодняшний NBC, General Electric. Вопрос лишь в целеполагании. Корпорация работает на разрушение, опустошение, исповедует тактику выжженной земли во имя прибыли. Социалистическое министерство, советская экономика работает во имя человека. Две разные цели, но механика управления, она похожа. И поэтому люди, которые в 17-м году пришли строить гулаг в наших широтах, они же и говорили, если внимательно читать классиков этого учения, чего сейчас многие не делают, конечно же, по понятным причинам, но ведь это все проклятые и кровавые, да, изучать их не следует. Но они говорили, что построить следующий этап, этот следующий этап советский, он идет обязательно после того, как развился капитализм. Вот построили Чеболи, построили Samsung, теперь следующий этап поставить Samsung на службу корейскому обществу, южному, северо-корейскому. Что, собственно, потихоньку в Корее то же самое и происходит. Вот об этом в Советском Союзе речь-то и шла. Никто не разрушал единую железнодорожную монополию, которая существовала в царской России. Ее просто поставили на службу государства, а государство на службу обществу. Вот и все. Нет здесь противоречия, просто есть один этап развития экономических отношений в обществе. Есть другой этап, и они вытекают друг из друга, но они не противоречат друг другу. Что дальше? Какие еще угрожающие смс-ки приходят? Сейчас нужно погоду прочитать и вернемся. Да, сейчас погода и вернемся. Итак, продолжаем разговор с Константином Сёбином. Говорим по поводу образования, по поводу экономической модели. Учусь на втором курсе на архитектора сообщения. Есть у нас дисциплина проектирования творческой. Вот нам нужно придумать павильон на производную тему. Нужно отразить эту тему, функции этого объекта, прочие нюансы в макете. И девушка заходит, и преподаватель говорит, что у нее космический центр. Ей задают вопрос, что такое космический центр. Знает ли она про космодром Восточный? Не хочет она знать, вот так и сказала. Не хочется ей повторяться. Отличница, будущий архитектор. Это вот просто характеристика того, в каком состоянии находится образование. И почему. Есть почва, и на ней что-то взращивается. Вот на той почве образовательной, где, в общем, один сплошной откранч, но ничего. То есть, ничего вырасти не может. Ведь смотри, какая штука. Хорошо, ладно, капитализм, капитализм, крупный бизнес, ладно, нет проблем. Но инженеры для этого крупного бизнеса, они откуда возьмутся? Для заводов. А где заводы? Ну, хорошо, какие-то заводы есть. Пока есть. А чем эти заводы занимаются? Потихонечку сворачивают, да? Да, если эти заводы выпускают буровое оборудование, для того, чтобы обеспечить их инженерами, в принципе, широкой университетской сети не нужно. Но все-таки я хочу обратить твое внимание, в Советском Союзе система образовательная была не только привязана к экономике, для которой она обеспечивала кадры. Она выполняла важную и ключевой задачей, была именно эта задача, важная социальная задача. Образование давалось не для того, чтобы подготовить кадры. Образование давалось для того, чтобы вырастить другого человека. И каждый человек заслуживал этого шанса на развитие, на то, чтобы шагнуть вперед. Безотносительно к тому, кто он по своим физиобиологическим параметрам. И в этом принципиальное отличие той системы от сегодняшней. Сегодняшняя система говорит, ребята, вы разные, у вас разные способности. Кому-то у вас разные возможности, у вас разные родители, вы как скакуны, вы как животные. Кто быстрее пробежит. У кого-то из вас есть шанс, у кого-то из вас купят призовое место. Те, кто не попадает в призовой зачет, остаются за чертой. За чертой заключительного этапа соревнований или за чертой бедности. И это нормально, понимаешь? Потому что у нас такая селекция, у нас естественный отбор. У нас побеждает сильнейший, потому что это и есть те рыночные рельсы, экономические рельсы, на которые мы перешли. Поэтому от разговора о них никуда не деться. А там рельсы были другими. Там рыночное было вторично, десятерично, вообще не имело значения по сравнению с задачей воспитания, выращивания нового человека. И ты говоришь, что та система отличалась от нынешней, та система отличалась от тогдашней, потому что Советский Союз на фоне того, что было тогда во всем мире, он, конечно, выбивался, понимаете, не просто из колеи. То есть это было движение в противоход. Когда во всем мире, да, собственно, существовала вот эта система, даже не то, что элитные и нелитные школы, а просто для одних есть образование, для других никогда образования не будет. И тут Советский Союз берет и дает образование всем людям, вне зависимости от социального статуса, от национальности. Сословного происхождения. Сословного, от национальности, понимаете, от якутов, киргизов, заканчивая русскими, украинцами. Тут, правда, вопрос, что украинцев учили на украинском языке, что для меня, в общем, довольно там спорно до сих пор, да, очень спорное решение с коренизацией, но, тем не менее, образование-то добавили. Но из этих украинцев, выученных на украинском языке, выходили украинские герои Советского Союза. Выходили, выходили, безусловно. И понимаешь, когда там человек где-нибудь в районе Можайского шоссе идет на смерть и говорит, всех не перевешайте, он знает, что за спиной этого человека школа на Ленинградском шоссе здесь, да, сейчас разрушенная. Разрушенная школа. Где этого человека воспитали. И ради этого, ради того, чтобы так было, за эту правду можно было расставаться. Это я к вопросу о том, что мы затронули некоторое время назад. За Родину, не за Родину. За Родину, не за Родину. Причем Зояка, не за Родину. Это родное понятие, безусловное, не обсуждающее. Дом-бара, где она жила. Это вот было там 700 метров от дома, где я вырос. То есть, и мы ходили каждый день мимо этого места, там всегда лежали живые цветы. И мы понимали, почему вот мы были пацанами мелкими, бестолковыми. Мы могли ругаться, учиться курить, там, кидаться снежками, там, все что угодно. Но мы понимали, почему на этом монументе лежат цветы. И ни у кого из нас, даже у самых отмороженных гопников, даже мысли не возникало, когда мы играли или что-то делали, встать ногами на этот монумент. На монумент Зои и Александру Кузьминевскому. Мы говорили о том, чтобы там, как сейчас нередко, бывает, справить нужду на вечный огонь. Или нарисовать что-нибудь. Сзади, да, кстати, сзади этого монумента росли ели голубые. Я не знаю, вот давно не было, может быть, и сейчас растут. Но вот по поводу справить нужду. Там, ну, практически лес, да, и даже ни у кого из мальчишек не возникало мысли, чтобы пойти туда. Потому что, потому что такая была школа. Потому что, простите, в школе с первого класса моя учительница, к которой я пришел в первом классе, Клавдия Даниловна Сурикова. Вот я до сих пор ее помню. А я помню, какие вещи в нас закладывали. Нам говорили, что когда заходит женщина, мужчина должен встать, пусть и даже маленький, да, мужчина, что ты в помещении не можешь находиться в главном уборе. Это были, да, правила этикета. Помимо идеологии, помимо октябрянских звездочек, помимо каких-то рассуждений там о советской стране. Были вещи, связанные с мужским этикетом. Были вещи, связанные с правилами поведения, с правилами, что такое хорошо и что такое плохо. И как-то из нас не воспитывали юных предпринимателей. И это не было Северной Кореей, с другой стороны. Да, и в этом не было ничего ужасного. В ее сегодняшнем либеральном понимании. Я все-таки понимаю, что, наверное, неплохо, что я участвовал в Олимпиадах по истории, не всегда удачно, но участвовал, а не участвовал в конкурсе юных предпринимателей. Понимаешь, вот ты помнишь, как звали твою учительницу, да? А ты помнишь? Я помню хорошо, конечно же. Но сейчас, если закольцевать и вернуться к форуму, о котором мы так много говорили сегодня, я так понимаю, что главная мысль там, почему кранч? Чего кранч-то? Нужно уничтожить учителя. Учителя нужно не извести по новым вот этим технологиям, идеология нового образовательного процесса призывает уничтожить расстояние, разницу между обучаемым и обучающим. И учитель это менеджер, должен быть эффективным менеджером. Учитель это равный, это тот, кто садится на школьную парту или за школьную парту вместе с тобой. Он ни в чем тебя не превосходит, он не является авторитетом. Вот главная идея. Ты с ним, ты ребенок на одной доске. Он с тобой, то есть взрослый это ребенок, ребенок это взрослый. И когда потом случается что-нибудь вроде того, что творится в 57-й школе, не надо удивляться. Конечно не надо, они детей к этому готовили с первого класса. Это кранч. Кстати, по поводу монумента Зои Александра Космодемьянским пишет человек, а я сейчас там живу, еле на месте, всех алкашей я гоняю, там еще БТР на День Победы раньше был. Каждый День Победы туда приезжал БТР. И все мальчишки бежали на этот БТР залезть прокатиться до улицы Зои Александра Космодемьянской. Катали. Да, понимаешь, в олимпиадах юные предприниматели, это кранч, мы не участвовали, а на БТР ездили. Именно поэтому наше поколение пошло, в 94-м году призывники пошли на Кавказ и воевали, и умирали за Родину. И понимали, что это Родина. Да, я не говорю о идеологическом наполнении этой войны, я не говорю о том, что она была реально ужасной бойней, Чеченская война. Но все равно было заложено, потому что у нас за спиной был этот монумент Зои Космодемьянской, была школа Зои Космодемьянской, и была первоучительница, и было понимание, что вот это не от кранча, а это то, как это, с чего начинается Родина. Это то, что должно быть за спиной, а предприниматель за спиной быть не должен все-таки. Ну да, потому что если он за спиной, то начинается от кранча. Надеюсь, что это кранча не будет, надеюсь, что победа будет за нами, и враг будет разбит. Это был Медвежий угол, всем счастливо, хороших выходных. Ура, товарищи.